Доброго времени суток! У микрофона Даниил Добро. Вы на канале Быстрый ПК. В этом видео я расскажу о работе компьютером. С этого видео логично было бы начать мой канал. Я разбирал ноутбуки и собирал. В этом видео я постараюсь показать и рассказать о деталях компьютера. Смартфоны и ноутбуки являются компактными компьютерами. Это тоже следует учитывать. Можно начать со старых компьютеров, но мы будем рассматривать более современные варианты. Начнем с материнской платы. К материнской плате крепятся всем другие компоненты компьютера. Также в материнскую плату вшит BIOS или UFI загрузчик. Этот загрузчик позволяет запускать компьютер. По факту материнская плата это полноценный компьютер. Также к материнской плате подключают блок питания, процессор, видеокарту, оперативную память, оперативную память ОЗУ и накопитель в виде флешки, диска и тому подобное. Также устройство ввода в виде клавиатуры, мыши и так далее. И в завершении устройство вывода. Это динамики и дисплей. Это основные компоненты для работы компьютером. И немного о каждом поподробнее. Процессор выполняет логические операции. Всего три основных типа архитектур процессора. X64, X32 или X86 и ARM процессоры. X32 устарела, так как максимально может использовать 4 гигабайта оперативной памяти. Это связано с количеством информации, которое может обработать процессор. 64-битный процессор, совместимый с 32-битной архитектурой. То есть программы 32-битной можно запускать. Ограничений на ЛЗУ для обычного пользователя нет. Так как в обычный компьютер не поместится 192 гигабайта оперативной памяти. Следует заметить, что чем больше оперативной памяти, тем больше система ее будет использовать под системные нужды. Мы плавно переходим к оперативной памяти. В оперативной памяти хранятся открытые программы и системные службы. Именно это загружается при старте системы и высвечивается на экране. Чем больше ОЗУ, тем больше программ вы сможете запустить одновременно. В случае нехватки оперативной памяти, система зависнет. А может только экстренная перезагрузка. Оперативная память – самая быстрая память в компьютере. Она не может хранить данные в выключенном состоянии. Поэтому каждый раз при запуске системы прогружается жесткого диска или нового носителя с самого начала вся система. В процессоре тоже есть своя быстрая память для вычислений. А накопитель позволяет надолго сохранять информацию. Именно там хранятся все файлы, которые потом при просмотре копируются в оперативную память. Если есть три вида современных носителей, информация. USB флешка, HHD диск, твердотельный накопитель SSD. Поставить операционную систему можно на любой носитель с достаточным количеством памяти. Носители отличаются по скорости работы и принципу хранения информации. SSD – диск, самый быстрый накопитель, поэтому с него система будет загружаться быстрее, чем с жесткого диска HHD. Флешки же могут быть быстрыми и медленными. Об этом говорит название флешки – USB 3.0 или USB 2.0. Чем больше цифра, тем быстрее флешка. Но следует учесть, что не все компьютеры поддерживают быстрые флешки. Поэтому стоит проверить, поддерживает ли ваш компьютер более быструю флешку. Если нет, то выбирайте USB 2.0. Данный вариант более дешевый, но более распространенный. Если вы вставите быструю флешку в USB 2.0 слот, то флешка будет работать в режиме USB 2.0 и скорость будет снижена. Осталось рассказать про видеокарту. По факту это процессор для отрисовки изображения на экране. Существует большое многообразие видеокарт и они делятся на два типа – встроенная и дискретная. Встроенная, как правило, менее мощная и ее ставят часто в ноутбуке. Дискретная предназначена для серьезной работы и запуска требовательных программ. Столь заметить, что старая дискретная карта может быть хуже встроенной новой. В основном видеокарта используется больше всего в видеоиграх и при работе с видео. Хотя компьютер без видеокарты запутиться не сможет. Блок питания – это самый простой элемент в компьютере по сравнению с другим. Его задача – подать ток нужного напряжения. Теперь быстро пройдемся по запуску компьютера. После нажатия кнопки включения, UFI или BIOS начинает проверять компьютер на наличие всех компонентов в случае отсутствия или неисправности. BIOS выведет ошибку на экран. Если же все нормально, с диска начнут считываться данные. Сначала BIOS считает маленький раздел на диске, где прописано, что нужно выгружать в оперативную память. После этого операционная система начинает загружаться. Появляется окно загрузки. На быстром SSD диске это происходит очень быстро и может сразу появиться экран блокировки. Системные службы начинают работать и нагружать процессор работы. Компьютер отслеживает вводимые данные и обрабатывает их. После полной загрузки системы служб компьютер готов к работе. Да, еще компьютер работает в любом случае в двоичной системе. У компьютера только два символа передаются между компонентами, это 0 и 1. Это означает включено, выключено. Поэтому существуют драйвера для правильного чтения этих данных от устройств. Обычно следует ставить в первую очередь драйвер на чипсет или материнскую плату и также после этого видеодрайвер. На смартфонах обычно все уже стоит по умолчанию и данная рекомендация уместна только на компьютерах с Windows и Linux. Следует учесть, что программы для Windows не запустятся на другой операционной системе без дополнительных эмуляторов, которые будут переделывать в режиме реального времени программу под систему, что ухудшит производительность в большинстве случаев. Также программа может быть плохо настроена для работы с вашей системой, что тоже будет приводить к лагам и ошибкам и торможению. Поэтому следует качать программы под вашу версию операционной системы. А основных операционных систем 5 Windows, Linux, Mac OS, iOS, Android, есть и другие, но они менее распространены. И у каждой есть свои версии и программы. Теперь вы представляете, как работает компьютер. Если хотите более подробный разбор по компонентам компьютера, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. А также можете написать в комментариях под видео, что вам интересно узнать о компьютере. Благодарю за просмотр. До встречи в следующих видео.